Всем привет, это Дмитрий Кузнецов Назарова. Сегодня мы находимся в Германии, в Нюрнберге, на выставке Ivo Outdoor Pass. Специально для этой выставки мы приготовили определенные модели, так как мы путешествуем по разным выставкам в разных странах, Финляндии, Чехии, ну, за прошлый год это было достаточно много стран, в которых мы путешествовали, мы поняли, что надо подстраиваться под те законы, которые есть в стране. Вот сюда мы привезли ножи с длиною клинка до 120 мм. Сергей, у нас старший мастер, занимался разработкой этих ножей и подготовил вот такие вот култанги. Это цельнометаллические ножи, конкретные стали LMAX, у нас здесь на выставке сталь K12MF D2. Рукоять у нас различная, различные формы. Эти ножи скоро будут у нас в каталоге на сайте, то есть смотрите, отслеживайте. Ножи получились очень красивые, очень функциональные, потому что мы тут поработали над ними в плане их формы. Все, мы будем всех рады видеть, но уже как бы осталось два дня на этой выставке, поэтому каталог вы увидите в интернете в ближайшее время. Ну и делайте заказы, мы будем ждать. Воскресенье, 10 марта. Это Германия, Нюрнберг, выставка Ива, Outdoor Classic. Мы на этой выставке выставляемся, я чуть позже покажу наш стенд. Здесь действительно клондайк для охотника. Здесь очень много ножей и оружия в целом. Ну и вообще, все очень интересно. Я сделаю небольшой обзор, фотографии, конкретно ножи. Ну, может быть, что-то еще прибегу. Но здесь и все 4 дня можно делать обзоры, видео снимать. И, возможно, даже и не хватит этого времени. Вот огромный стенд компании Гербер. Могу пройтись, посмотреть, что у них здесь. Каждый ножичек под замком. Здесь фолди-найвс, складные ножи. Вот так вот они сделаны. Лайнер-лок. О, Артур, привет! Привет! Щеткий, щеткий, тактический нож. Привет! Вот это встреча! Я буквально, может быть, через часа-полтора к вам приду. Все, давай, договорились, Артур. Так. Значит, этот нож я смотрел. Я очень люблю маленькие, небольшие ножи. Но не всегда мне нравится то, что они выполнены из металла. Вот здесь накладочки. Я не могу понять, из какого материала. Все, работает как часы. Здесь подшипники. Подшипники я не признаю на охоте. Непрактично. Я уже это на своей шкуре испытал. Вот такой вот нож компании Гербер. Я не знаю, как он раскладывается, как он складывается. Это очень страшно. Здесь. Ой, здесь со сменными лезвиями. Сменное лезвие. Не буду я его трогать. Очень опасно. И одной рукой это сделать не рекомендуется. Компания Мартини. Мы были в январе на выставке в Хельсинки. Заходили в их фирменный магазин. Скажу честно, мы хотели приобрести для коллекции. Несколько финночек. Но мы не подобрали ножи. По одной простой причине. Дешевые варианты. На них было только можно было смотреть и плакать. Одни щели. Сделаны неуклюже. А дорогие варианты. Ну, просто не сильно хотелось тратиться. Ну, вот красиво. Здесь вот литье такое. Финланд. Именно. Это, по-моему, ножи сделаны по какому-то юбилею в Мартини. Стенд компании Тормак. Это устройство для заточки ножей. Ну, не только ножей. Но я считаю, что очень качественно. Единственное, что я пока его не использовал у себя. Но какое преимущество здесь? Во-первых, здесь вода, эмульсия. И камень это водный. Он напитывает. Оборотов немного. И вы никогда не зажгете. То есть, не спустите твердость у клинка. Здесь сразу несколько. Здесь абразив. И уже идет кожа для доводки. Ну, скажем так. Конечно, набор кусачий. Цена у него порядка 50-60 тысяч рублей, по-моему. Если брать, например, аналоги, то GJET. Не помню, как правильно называется компания. У них есть порядка чуть дешевле 25 тысяч рублей. Такой же станочек, да? Ну, это тем, кто вообще любит заморачиваться по поводу заточки ножей. Конечно, многие скажут, что только ручная доводка. Это все верно. Но эти устройства упрощают нам жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!